Что вы видите? Ну все, Артем, начинаем. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, Артем, я рад вас видеть. Поздравляю вас с Рождеством, с Новым годом. Меня интересует главная тема, это искусственный интеллект. Что вы можете мне и нам рассказать? Вопрос очень такой, неоднозначный. Дело в том, что искусственный интеллект, как любая тема, которая в хайпе, у нее есть очень много разных подходов. С одной стороны, это перемножение матриц, такая чисто математически-техническая тема, неинтересная. А с другой стороны, это в научно-фантастических фильмах андроид, который принимает свои решения и как-то что-то делает. И то, и другой искусственный интеллект. И, конечно же, истина, как всегда, она примерно посередине. Для меня искусственный интеллект – это некоторая такая практическая технология, современная, которая сейчас этап хайпа прошла, этап разочарования после него в хайпе прошла, и которая просто стабильно применяется в ряде технологических операций, где она может применяться. Ну вот, примерно так. Из примеров – медицина. Это распознавание снимков, определение рака, других злокачественных заболеваний. Это охрана труда, то есть распознавание объектов, контроль любых технологических операций, то есть распознавание изображений, поиска в них, распознавание документов, чат-боты, распознавание речи, конвертация ее в текст и обратно из текста конвертация речи. Вот для меня это набор таких технических вещей, которые достаточно понятно используются. Замечательно. Давайте сузим нашу тему к тому решению, которое вы сами реально применяете. И на ее примере рассмотрим полезность и перспективность для всех нас. То, что вы применяете, реально пощупали своими руками. Да. Мы применяем технологическую платформу Microsoft, это Microsoft Power Platform. Это конструктор Lego, из которого мы собираем различные решения. Но технологическая платформа такая. Чем она отличается от других? Она предназначена для маглов. Это вот как в Гарри Поттере, помните, там были волшебники, а были маглы. Маглы – это обычные люди. Вот маглы здесь, в этом смысле, что это люди, которые не разбираются в математике, не разбираются в программировании. Они просто могут… Ну, там некоторая логика, такие low-code конструкторы, которые позволяют достаточно быстро создать решения и их применить. Ограничения, конечно, есть. То есть, там точность распознавания, может быть, не какая-то космическая, но соотношение цена-качество-скорость выхода на рынок, она очень высокая. То есть, вот наша Microsoft Power Platform и платформа Azure, где есть набор таких сервисов. Это решение, да? На базе него мы строим сценарий. Какие сценарии мы сами строили для себя и для наших заказчиков? Да. Первый сценарий для меня был конструктор курсов, я преподаватель. Конструктор курсов позволяет… В микрообучении… Ну, подход в микрообучении известен, то есть, курсы разбиты на много-много модулей. Я встречаюсь с заказчиком обычно, это там, владелец-собственник большого крупного предприятия, мы с ним обсуждаем курс для топ-менеджера по цифровой трансформации, я ему набираю набор тем, и мне искусственный интеллект на основании других курсов для других компаний подсказывает, а что я еще забыл. То есть, тему введения. Или, например, если мы из практики взяли 10 тем для производственного предприятия, может быть, и 11 посмотреть и прочее. То есть, это наше было первое такое внутреннее решение. Для заказчиков. Делали решение для компании, которая занимается противопожарной безопасностью, анализ пожарных счетов, то есть, там, большое предприятие, 300-400 пожарных счетов, есть четкие правила их комплектации, есть определенный техник, даже не специалист, просто у них там местный ответственный человек, он идет, фотографирует все счеты, и система сама говорит, где правильно укомплектовано, где неправильно укомплектовано. Ну, есть ли ведра, есть ли багры, правильно ли они висят, и прочее, прочее. То есть, это достаточно такая понятная задача. Вот. Для образовательных тем, вот, о чем мы с вами недавно разговаривали, есть приложение Learning School, которое использует целый набор решений из области искусственного интеллекта и связанных для обучения младших школьников. То есть, вот такой вариант, когда младший школьник, он просто, ну, школьник младших классов, да, то есть, он может установить себе приложение и, используя это приложение, понять просто возможности искусственного интеллекта. Ну, там, один из сценариев, он фотографирует любой объект, и ему говорит, как этот объект утилизировать. То есть, что относится к картону, что относится к металлу, к пластику и прочее. Он понимает, естественно, что это все не идеально. Если вы там сфотографируете сложный объект типа машинки, то там же и металл, и пластик, и прочее. Но он понимает, как это устроено, как это взаимодействует. То есть, ну, вот и так далее. Я думаю, что всего не надо перечислять, но мы там 30, 40, 50, может быть, сценариев различного использования искусственного интеллекта за свои практики применяли только за последние 2-3 года. И понятно про конструктор. Это интересно. Я хоть и не видел, но понял. Понятно про распознавание и оценку изображений образов. А для школьников на уровне чего? Это какой-то чат-бот? Или что? Который предлагает некий диалог с распознаванием речи, может быть, даже неграмотно сформулированного вопроса, и чат-бот догадывается, и контекст понимает. Так это для школьников? Чат-боты мы делали отдельно. То есть, если вы зайдете в Microsoft Teams, в магазин приложений встроенных, вы увидите там наше приложение iTrainer 365. Это наш чат-бот, который как раз на английском языке вот так и общается. Для школьников мы сделали более простое решение. Дело в том, что пообщавшись с младшими школьниками, выяснили, что они жутко не любят набирать что-либо текст. То есть для них это прям вот ноу. То есть набрать текст, переписываться. Текстовая переписка не их. Поэтому это сделано в виде мобильного приложения. То есть школьник просто ставит себе мобильное приложение, причем он его ставит из Microsoft Teams, которому предоставлено в рамках лицензии от Министерства образования. То есть каждый, у кого есть учетка для доступа к Teams, он с этой учеткой ставит приложение. У него просто мобильное приложение, в котором он, собственно, делает фотографию объекта и нажимает кнопку, получает результат анализа. Уточните, пожалуйста, детали. Что за активность происходит в этом приложении? Какая? Появляется ли какое-то ему задание? Сфотографируйте, отправьте, выберите вариант ваших действий или что там? Как это в двух словах? В двух словах, соответственно, он просто при входе выбирает предмет, который он хочет изучать. Это математика, естествознание или а-ля физкультура и спорт. И в рамках каждого предмета это в концепции STEM, когда мы изучаем все предметы вместе в рамках одной проектной деятельности, он получает задание. Соответственно, в случае с естествознанием, то есть задание, сфотографируй что-то и увидите, какой картон. Ну там, какой тип мусора, с какой вероятностью распознается. Про то, что вы говорите, это, условно говоря, УМК, учебно-методический комплекс, как это правильно использовать в школьном преподавании. Мы об этом думаем, и пока мы это пишем в виде текста. То есть у нас есть отдельная рекомендация, текстовый документ, где преподавателю мы рекомендуем, как это можно. Но с другой стороны, мы ориентируемся на инновационных преподавателей. Они не любят, на мой взгляд, когда в приложении есть сценарий. То есть у них есть инструмент, а преподаватель уже сам может построить урок. Сказать там, сфотографируйте 5 объектов или 10 объектов, или всем дать одни и те же объекты и прочее. То есть мы поэтому стараемся давать инструмент, но не загонять урок в какие-то жесткие рамки. А можно какой-то урок, какое-то задание рассказать, как происходит выполнение и оценивание задания с искусственным интеллектом? В нашем приложении в оценке искусственный интеллект не участвует. То есть там просто нет оценки самой по себе. А в чем тогда его функция? Именно в распознавании. То есть человек понимает, что ты фотографируешь картинку, а функция искусственного интеллекта в том, что он определяет тип материала, к которому это относится. То есть классификация, да? Классификатор. Да. И чего? Что это дает ученику? Это ученику дает в рамках изучения предмета экологии понимание раздельного сбора мусора, раздельного его сдачи. Это вообще большая тема в Европе. Она очень важная. То есть в каждой школе висят плакаты и прочее. Но каждый раз это идет на уровне таких, ну, как бы сказать, методических материалов. И всегда хочется ввести элемент игры, элемент фана. И особенно сейчас, когда дети на карантине, когда они все не в одном классе. Вот то, что можно ученику сказать задание. Вот приложение, там, сделать 10 фотографий, согласить или не согласись с искусственным интеллектом, что и как утилизировать, что и как почему. Напиши, почему это важно. Это хорошо. Это вот именно такой стемп-подход, когда мы в рамках проекта изучаем не один предмет. Мы изучаем и искусственный интеллект, мы изучаем, соответственно, экологические вопросы и прочее. Такой забавный вариант. Не совсем понял. Он прочитал задание текстовое выполнить снимки или найти какие-то скриншоты. Он разместил в этом чат-боте или что это там, приложение разместил. Программа оценила, оклассифицировала. Что получил ученик? Что он оценил? Что он получил полезного? И где тут игра? Он получил для себя понимание, какой это предмет. Да, условно говоря. Пластик и прочее, прочее. Это первое, что он получил. Второе, он получил определение возможности компьютера, искусственного интеллекта с точки зрения распознавания картинок. Секунду, да. Что важно, он не делает скриншот. Я просто непровидимо плохо сказал. Это приложение для телефона. Он фотографирует свои объекты в реальном мире. То есть именно его. Он взял телефон, сфотографировал у себя дома что-то валяющееся, да. И получил ответ. Вот в этом фан, это интересно. То есть он снимал, что попало. Он не знал, к чему это относится. Программа ему рассказала, объяснила от классифицировала. Он получил некое знание в виде классификации, да? Точно. А вот педагог при этом что наблюдает? Видит ли они какую-то динамику учебную, отслеживает ли у них активность? Делают они вообще что-нибудь или не делают? Он... Да. Естественно, педагог может сделать конкурс скриншотов. То есть, например, он может попросить их же сделать скриншот с приложения и выложить уже в Teams или в Moodle, в любую свою информационную систему и прочее. Он может сделать конкурсы. Он может поставить задачи совершенно по-разному. Обмани искусственный интеллект, то есть найди объект и пойми, почему он его неправильно распознал. Или найди наиболее сложный объект. То есть, там есть еще вероятности и прочее. Здесь простор для творческих педагогов большой. Это следующая активность конкурса. А вот именно на стадии, когда он фотографирует, что попало, и программа ему классифицирует в приложении, дает ему классификацию, педагог видит вот эту активность по каждому ученику? Они все с приложениями что-то делают. Он не видит? Сейчас нет. Первая версия приложения. Дальше надо думать. И причем думать нужно очень интересно, потому что если педагог видит, что тот сам фотографирует, это вопрос конфиденциальности. Вы же понимаете, что все дома. Конечно. И что там маленький ребенок начнет фотографировать, это очень сложно. Я еще раз смотрю. Хорошо. Бои, что он не видит снимки, но видит ли он, что этот ребенок действительно что-то делал? Или он вообще ничего не видит? Они там сами живут своей жизнью с этими приложениями и следов нигде для педагога нет. Сейчас абсолютно никаких следов именно из соображения конфиденциальности данных. То есть мы технически можем собирать, если мы этим займемся, но мы этим не собираем и не делаем в дальнейшем. Лично мое видение я не хочу. Я в систему контроля не очень верю. Я верю больше в систему увлечения. Приложение должно быть прикольное, оно должно выглядеть как железный человек. То есть человеку должно быть классно с этим работать и я не должен его заставлять. Если я чувствую, даже не вижу, а чувствую, что кто-то не использует, то это моя скорее проблема, чем его. Сделает еще интереснее, сделает еще веселее, еще лучше музыку в приложение добавить. Вот поэтому такая логика. Хорошо. Ну, слово контроль я понимаю, оно вызывает у нас воздражение. Я имел в виду более мягкий термин обратная связь, что они действительно вовлечены или не вовлечены, здесь пока этого нет. Хотя, да, хотя... Да, вот давайте, обратная связь есть. Там есть, естественно, форма, которую они могут заполнить, но это такой сложный вариант обратной связи. Плюс мы сейчас публикуем через соцсети, и в соцсетях мы смотрим обратную связь. Вот это важно, да? То есть когда-то опубликовал, это количество лайков, ответов, позитивных написанных отзывов и прочее. Да, то есть такой сбор обратной связи, конечно, есть. на приложении, не на усидчивость конкретного ученика. Какие еще есть примеры? Вот я услышал распознавание образ и классификации изображений постфактум, он не знал, теперь узнал. Какие еще примеры применения искусственного интеллекта в обучении есть? Ну давайте вот этот пример, он тоже как бы такой зрелищный, классный, да, сам по себе. Ну понятная идея, у меня в офисе находится обычная маркерная доска, она обычная, никакая. Я на ней могу что-то там написать, что-то сделать, стереть, вот, и моим фуншителем это хорошо видно, более того, если я это загораживаю, да, то это видно вперед от меня. Это тоже функция искусственного интеллекта, то есть искусственный интеллект это не наше решение, это решение Microsoft типовое, если просто пользователь. Очень интересно, как оно работает, что вы сделали? То есть есть камера, камера забирает из себя видеопоток, видеопотоки, именно искусственный интеллект отличает то, что написано на доске от изображения преподавателя. Классно! И потом он накладывается вверху, соответственно, да, то, что написано маркером, сейчас я его стирал, я могу это стереть, и уже собирает на ходу видеопоток новый, да, то есть с новыми объектами или без них. Ну понятно, что это очень удобно для преподавания, то есть вот еще один пример. Их миллионы, миллиарды таких примеров, даже сложно на них остановиться. Искусственный интеллект очень активно используется. Классно! Мне очень понравилось, хотя где-то слышал, но не сразу понял и не сразу вспомнил. Но когда вы смотрите в камеру, вы уже не видите написанное, правильно? Вижу, вижу. Мне сейчас сложно будет вам показать, может, я потом пришлю фотографию. У меня здесь стоят два монитора, и я вижу себя, либо общаясь с вами сейчас, ну как в режиме видеокартинки, когда я пишу, я вижу, конечно же, как я выгляжу на доске, да, то есть иногда я там себе рожки нарисую для фана, да, и под них как-то записи. Ну, тоже нормально. Удобно, удобно. Тоже. Спасибо. Это искусственный интеллект. Да. А скажи... Именно распознавание, определение, где надпись на стене, а где... Вообще даже, где сама стена, то есть когда он вначале настраивает камеру именно на доску, то есть он нашел доску, он нашел в ней текст, нашел преподавателя и пишет. Говорят, что те люди, которые с татуировками, им очень сложно пользоваться таким решением, потому что их татуировки воспринимаются как, соответственно, надпись на стене остаются. Ну, в общем, какие-то такие вещи. Хотел вас спросить, есть ли аналог, и пока думал над вопросом и слушал вас, сообразил, что там можно сделать из YouTube, из Microsoft, просто поставить две камеры, сделать наложение, где проецируется, накладывается и говорящий, и пишущий. Классная идея. Кстати, а есть аналог, конкурирующий, вот то, что мы сейчас увидели? Я не знаю, да, то есть я просто не отслеживал рынок. Там, а вот аналогов один в один конкурентов с таким же решением я лично не видел, но есть два, две альтернативы. То есть первая альтернатива это электронная доска, просто электронная доска, на которую вы пишете, и он понимает, что это пишет, потому что это необычная доска, электронная. Второй сценарий очень интересный, со стеклом. То есть это такой физико-технический сценарий, перед вами ставится стекло, на котором вы пишете маркером для стекла, и специальная подсветка делает это ну правильно. Единственное, что вам потребуется еще программно развернуть изображение зеркальное. Да. Тоже подходящий вариант для каждого. Вариант свой блок. Ну, я понял, о чем вы говорите, просто согласитесь, вариант со стеклом, с этими LED-подсветками, он гораздо дороже. Нет, он гораздо дешевле. Стеклом дешевле, чем вот то, что вы показали сейчас. Да, конечно, потому что здесь требуется аппаратный комплекс, который на ходу это обрабатывает, там это достаточно дорогое решение, то есть оно в основном для, как у нас, корпоративного сегмента. Стекло дешевле, но со стеклом сложнее стирать, там следы остаются, еще что-то. То есть здесь, я бы как сказал, что если вы ведете тренинг и вам нужно на ходу быстро что-то писать в лекционном формате, стирать, двигаться, такая динамика, тогда вот это решение лучше. Если вы записываете видео, когда вам нужно, чтобы в цвете, красиво вы проиллюстрировали там в своем вебинаре что-то происходит, то лучше вариант со стеклом. Вот, ну, такие вещи. Круто, круто. Я вспомнил друга, Семена Устьянцева, мы с ним еще очень встречались, он же там как, он рукой выводит какую-то картинку, причем, крутит ее трехмерно, если, анимированная, при этом стоит рядом и продолжает смотреть не затылком, а глазами вперед. и это тоже не дешево. Не дешево, да, то есть, Семен, прекрасно, они, наверное, лидирующие ребята, кто производит такие системы в стране, вот, ту же вариант. Тогда уж, если пошли там 3D-шлемы, тоже еще, уже следующий вариант, если вы что-то хотите руками, 3D-технологии, VR сейчас очень дешевый и очень простой, и с точки зрения создания контента, и с точки зрения создания самих устройств, то есть, это может обойтись даже дешевле, чем стекло, то есть, то, чтобы сделать свой курс, чтобы люди в VR-шлеме его смотрели. Мы такие курсы делаем, например, по цифровым технологиям для сельского хозяйства. И сколько стоит примерно, а то я уже перестал тоже следить эти VR-шлемы? Ну, смотрите, VR-шлемы, я говорю про... Там тоже телефон можно вставить сюда? Ой, не-не-не, это старая технология, то есть, такой уже нет. Вот, ну, точнее, есть, но это, там качество картинки будет не то совсем. Ну да. Я пользуюсь Oculus Quest, это шлем компании Facebook, Oculus Quest 2. Вот, он стоит, по-моему, 300 долларов, устройство, это немного, совсем немного. А разработка материала под него, если делать в том же Microsoft, то есть, там есть, сейчас, если кто-то потом из наших слушателей загуглит, Microsoft SharePoint Spaces, то в них создавать курс проще, чем создавать презентацию в PowerPoint, вот, совсем проще, за это, ну, невозможно взять денег, это слишком просто. То есть, там просто говоришь, человек, вот тебе страничка, а дальше он сам все делает. Кстати, почему вы говорите то Microsoft, то Microsoft? Рефлекс. Да, то есть, в России привычно Microsoft, да, то есть, в такой англоязычной среде Microsoft, то есть, вот я где-то плаваю. Понятно. Расскажите еще про какие-то ваши решения. Я думаю, вы расскажете про чат-боты, которые распознают, педагоги, создатели чат-ботов видят аналитику, вот это дерево, ветвление, куда они чаще ходили. Вы про это не рассказываете, хотя упомянули, что такое тоже может быть, да? По чат-ботам мы молодцы, мы первые, ну, вообще, мы много таких решений делаем, то есть, с одной стороны, я сразу сказал, что мы пользователи, мы не математики, которые глубоко во что-то закапываются, с другой стороны, мы можем широко смотреть. Чат-бот для образования мы сделали три года назад, это большое международное решение на международный рынок, он не взлетел, честно говоря. То есть, может быть, было рано, потому что вот сейчас с карантином Teams у всех, а тогда люди такие, мы чат-бот для Teams, такие, что такое Teams? Да, и в этот момент, когда люди не понимают платформу, то продать что-то на этой платформе было сложнее. Может быть, сама идея образования через чат-бот, она не столь близка, не знаю, не могу сказать, но мы для себя на три года сделали паузу, почему? Потому что мы сидим на Microsoft-платформе, ну просто технически мы не можем себе позволить тащить много разных платформ, я не хочу спускать священные войны, я как бывший сотрудник Microsoft, 20 лет работающий с этой платформой, я работаю с ней, все просто, не обсуждается. Вот, и у Microsoft-а был провал, потому что у них было две технологические платформы, Microsoft Bot Framework и Microsoft Virtual Legend. Bot Framework сложный, надо программировать, ну мы его не, мы можем, ну вот просто вот тяжело это, да, а Virtual Legend стоил очень много денег, просто очень много денег, и вот поэтому мы для себя сказали, все, стоп, баста карапузики, мы ставим на паузу, пока не будет лицензионного решения. Вот, лицензионное решение появилось где-то полтора месяца назад, месяц назад, вот с учетом нового года, теперь Virtual Legend внутри Teams стал бесплатным, то есть теперь мы можем и бесплатно, и использовать мощный конструктор чат-ботов, поэтому я думаю, что наскоро чат-боты опять появятся, образовательные, которые как и преподают, так и административный процесс преподавания помогают поддерживать. Если вы слышали про Dialogflow от Google, кстати, который слышали, да, разработали наши российские разработчики, потом их Google выкупил, и они уехали в США, и сейчас работают там, бесплатное решение, очень мощное, тоже с искусственным интеллектом, тоже распознает, слышали про него? А, слышал, естественно, то есть платформа Google, она очень большая, хорошая, то есть это вот еще одно из облаков, да, само по себе, но вот сейчас очень сложно облака Амазона, Фейсбука, Google, Microsoft, знать их все, это практически нереально, то есть берешь какое-то одно и поддерживаешь, потому что очень быстро изменяются данные, то есть гуглским решением я не пробовал. Это пора на то, что Microsoft по чат-ботам выходит на бесплатное решение, повторить его название, я для себя возьму на заметку. Microsoft Virtual Agent, виртуальный агент, да, вот оно доступно сейчас в рамках лицензии E3 для корпоративного сегмента, то есть все, кто в корпорации их купил, он у них уже есть. Насколько он доступен в рамках бесплатной лицензии A1, которая дается для школ, я не знаю, честно говоря, то есть надо посмотреть, вот, но в любом случае это вот для, наш сегмент в основной, конечно, это не школы, а корпоративные университеты, для них бесплатно, вот, поэтому это хорошо. Задам чисто шкурный вопрос, вы мне, как своему френду, можете как-то там поделиться учеточкой, только к виртуальному агенту, чтобы я его пощупал. Если скажете нет, я не обижаюсь. Скорее, да, чем нет, но это будет немножко геморройно, да, потому что, то есть я могу дать ссылку на Microsoft, где он может зарегистрировать реальную версию, то есть вы сможете, да, ну, естественно, там попользоваться и прочее, но этот процесс входа, вот сам по себе, он займет какое-то время, то есть потенциальный барьер, Google, Amazon, Microsoft, неважно что, вначале надо разобраться, потом все будет делать за 10 минут. Я вот очень люблю старые советские мульти, помните, крылья, ноги, хвост, да, то есть именно так, ящерка, где по пустыне бегала, нужно день потерять, потом за 5 минут долететь, но вот этот день потерять вначале придется. Я почему так смело к этому отношусь, я очень много разных конструкторов, и платных, и бесплатных перепробовал, даже составил таблицу рейтингов, на сколько у моих оценок, что там платности и так далее, и выделил Dialogflow, но мне не нравится в Dialogflow отсутствие гиперссылок, вот он хорошо создает чатик, как гиперссылку синим цветом не выделяет, в бесплатной версии, еще там картинки вот эти, плохо там, тяжело вставляется, то есть я морально и технически уже созрел для новых решений, и попробую как-нибудь вернуться к этому агенту виртуально. Мне нравится ваша позиция, спасибо, что пожелать еще себе и нам всем заключения. Сложно сказать. Я сейчас... Это не моя мысль, она просто общая на рынке, даже общая. Я хочу, чтобы образование было частью социального лифта. Вот что я хочу, что я правда хочу, чтобы была четкая зависимость. То есть человек учился, хорошо работал, и вот у него устойчивый средний класс. Я уж не говорю про какие-то там яхты и прочее, и так далее. Вот я всем нам желаю, чтобы была четкая взаимосвязь. Если эта четкая взаимосвязь будет, то все проблемы с образованием, всем остальным мы четко решили. Спасибо. То есть не просто получить формальный диплом и потом не знаешь, где работать, и жалеть о потерянных четырех-пяти годах, а именно постоянно чувствовать эту... Социальный лифт. Даже чтобы реальные знания, они сейчас, реальные знания далеко не всегда трансформируются в материальный успех. Да, но чтобы вот эта вот цепочка, она была, и тогда будет важно. Спасибо за отличное пожелание, Артем. А вы в Болгарии? В каком городе? Мы в таком небольшом городе Банско. Это горнолыжный курорт. Условно говоря, мы деревня. Такая пять тысяч человек населения. Я сижу в горах. Как называется ваша негодюкина? Банско. 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 Банско, да. Ну, город Тразлок, Банско, да. То есть такая горнолыжная столица Европы, Восточной Европы. Вот. А работаю я полностью на России, то есть в полностью дистанционном формате уже пять лет. То есть это не связано с карантином. То есть для нас карантин, мы такие, ну, круто. Мы так всегда работаем. Ничего не изменилось. Продолжаем. Вот так надо работать. Жить в Сочи, а работать по всему миру, так, как делаю я и Артем, дорогие друзья. Поблагодарим Артема за эту откровенную супер беседу. И, возможно, мы продолжим как-нибудь с Артемом этот разговор про новинки, про находки. Доброго. С удовольствием. Всего доброго. Привет. Спасибо, Юрий. Мы очень рады пообщаться. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok